Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня ролик состоит из двух частей, и обе части очень полезны. Формально я бы мог разделить их на два ролика и, короче, собрать побольше просмотров. Но из-за того, что они не объемные, да, то есть они маленькие, поэтому я лучше сделаю один такой большой ролик, чем два маленьких ролика. Это логично, YouTube любит чем больше по времени ролик, тем быстрее YouTube его продвигает. Поэтому сегодняшний ролик у нас состоит из двух частей. Первая часть. Мы сейчас поговорим с вами о самых перспективных профессиях в Канаде для поиска работы в Онтарио, то есть я нашел список востребованных профессий Онтарио. Это провинция такая, кто не знает в Канаде, такая самая перспективная провинция. А также мы поговорим с вами о списке профессий, которые в большем количестве прошли в эмиграции в 2019 году. То есть, грубо говоря, посмотрим, кто в 2019 году эмигрировал в Канаду и по каким профессиям. И какие из них самые популярные, какие непопулярные и тому подобное. В общем, поехали. В первую очередь я бы хотел сказать, уже 100 тысяч раз повторил, повторю 100 тысяч один раз. Я не консультант эмиграционный, я не имею права консультировать, поэтому все, что я вам доношу, это вам доношу бесплатно, вы тоже самое можете найти самостоятельно. Я не занимаюсь консультациями, не перевожу никого в Канаду, не строю платы для эмиграции в Канаду, ничего не делаю, я просто рассказываю вам информацию. Единственное, чем я могу вам помочь, это написать резюме для поиска работы в Канаде. Вот здесь вот ссылочка на мою почту, если она нужна вам, если вам нужно резюме, вы можете туда обратиться. По другим никаким вопросам не обращайтесь. Значит так, поехали. Начнем в первую очередь с 15 востребованных профессий на территории Онтарио в 2020 году. Я буду говорить профессию, буду говорить НОК, категория, это номер вашей профессии, в классификаторе профессии Канады. А также буду за среднюю заработную плату годовую говорить с учетом налогов. Значит так, первое. Торговые представители. Значит, НОК 64.11, средняя заработная плата 50 тысяч канадских долларов в год. Вторая профессия. Водители. НОК 75.11, 75.21 и 74.25, 52, простите. Средняя заработная плата 44 тысячи канадских долларов. Третья. Портье. НОК 14.14, средняя заработная плата 31 тысяча канадских долларов в год. Сварщики. Ой, это мои любимые ребята. НОК 73.27, средняя заработная плата 41 тысяча канадских долларов в год. Следующая. Веб-разработчики. У веб-разработчиков НОК 21.75, средняя заработная плата 62 тысячи канадских долларов в год. Следующие идут в этом списке Менеджеры по развитию бизнеса Значит они получают 85 тысяч канадских долларов в год А их НОК 41.63 Сейчас будут Разнорабочие Вот такая вот Все что связано с работой Это вот эти профессии, которые С строительством и тому подобным связаны Это разнорабочие Значит НОК у них 76.11 Средняя заработная плата 30 тысяч канадских долларов в год Для старта, кстати, неплохая зарплата Следующие Руководители проектов Средняя заработная плата 90 тысяч канадских долларов в год НОК у данной профессии 4 штуки их 0.2.11 0.2.13 0.7.11 12.21 Следующие идут, у меня часто ребята спрашивают Именно механики Следующая профессия, которая востребована Это механики 70 тысяч канадских долларов получают в год И их НОК 73.12 Для чего нужен НОК? НОК нужен исключительно для того, чтобы вы его вставили в резюме Когда вы отсылаете резюме, вы вставляете туда НОК Потом человек, который будет смотреть ваше резюме Он видит сразу НОК И понимает, по какой профессии вы собираетесь Устроить с ним на работу Я всегда, когда пишу кому-то резюме Я всегда определяю НОК этого человека И вставляю его в резюме Это обязательное требование, я его делаю Дальше Мерчендайзеры Значит, средняя заработная плата 48 тысяч канадских долларов в год НОК у них 62.22 Электрики Электрики, все что связано с электрикой НОК 21.33 77 тысяч канадских долларов в год они получают Ну, профессия уважаемая Следующая бухгалтер НОК 0.1.1.1 или 1.1.1.1 Средняя заработная плата бухгалтера в Канаде 70, ой, простите 57 тысяч канадских долларов в год HR менеджеры Это те, кто занимается подбором персонала НОК 0.1.12 Средняя заработная плата 78 тысяч канадских долларов в год Следующие, ребятки Это у нас финансовые консультанты Средняя заработная плата у финансовых консультантов 57.5 тысяч канадских долларов в год НОК у финансовых консультантов 0.1.11 и 1.11.14 Слышали? У меня, видимо, духи в доме Следующая и последняя в данном списке профессия Это медсестры Значит, средняя заработная плата медсестры 76.5 тысяч канадских долларов в год А НОК у медсестры 30.12 Сейчас я на секунду прервусь Для вас будет это секунда Для меня будет это не секунда Я сейчас разберу список, который вам сейчас буду на камеру рассказывать Следующий Следующий, что мы сейчас поговорим с вами О самых крутых профессиях, которые иммигрировали в Канаду по статистике В 2019 году через программу Express Entry Поэтому вы поймете, по каким профессиям больше всего людей уехало в 2019 году Это очень интересная и важная профессия Информация, простите Это нужно вам исключительно для того, чтобы оценить свои будущие шансы То есть, а, окей, я вхожу в этот список Возможно, Канада меня скоро возьмет В общем, минуточку Ну а сейчас мы с вами посмотрим список лучших профессий по иммиграции через программу Express Entry За 2019 год Данный перечень вам нужен исключительно для того, чтобы понимать Какое количество людей по вашей профессии Или по области вашей профессии Уехало в Канаду в 2019 году По программе Express Entry И, значит, я начну с самых популярных И заканчивая самыми не популярными Но я бы хотел заметить, что я не буду сейчас говорить именно профессию Я буду говорить описание работ То есть, грубо говоря, работы То есть, не будет конкретной профессии Будет написано, например, люди задействованные в разработке сайтов Это все, кто задействован в разработке сайтов То есть, это будет такой, знаете, не узкая специализация А именно, прям вот такой широкий перечень людей, которые эмигрировали И вы по нему сможете понять, какой... Подходите вы к этому или не подходите Если подходите, ну отлично, у вас есть много шансов уехать и в этом году Даже по той же программе Express Entry Значит, начнем с описания профессий Первая профессия Это у нас люди, занятые в области естественных и прикладных наук Туда попадают всякие специалисты по естественным наукам Инженеры-строители, механики, электрики, химики Инженеры-архитекторы-биродостроители, математики и тому подобное Да, таких людей в Канаду в 2019 году по Express Entry Именно только по одной программе уехало 14 320 человек Следующее описание, так сказать, следующей профессии Это профессии, занятые в сфере бизнеса и финансов Такие профессии, как аудиторы, бухгалтера, специалисты отдела кадров и тому подобное Значит, таких в Канаду уехало в 2019 году 5640 человек Следующие профессии – это специалисты среднего звена Это кто такие? Специалисты среднего звена – это административные, служебные менеджеры Менеджеры в сфере финансов и бизнеса Менеджеры-инженеры-архитекторы Менеджеры в инженерии, архитектуре и тому подобное Менеджеры здравоохранения, менеджеры государственных служб Менеджеры по искусству, культуру и отдыху и спорту Таких людей за 2019 год в Канаду уехало 4650 человек Следующие люди, которые уехали в Канаду – это администраторы и финансовые менеджеры Администраторы и финансовые менеджеры Это, допустим, администраторы, которые работают в офисах Офисные помощники, общие юридические, медицинские Репортеры, люди, которые транскрипцию делают Технические специалисты по управлению записями Таких людей уехало в Канаду 3645 человек в 2019 году Значит, следующие, кто в списке в этом Это профессии, занятые в сфере образования Профессии, связанные в сфере образования Так, это значит профессора и ассистент университетов Преподаватели колледжей и персональные инструкторы Учителя средних и начальных классов Таких людей уехало в Канаду в 2019 году 2695 человек Далее, идут супервайзеры и специалисты сервисных профессий Это специалисты, сейчас скажу, кто такие Это даже повара, мясники, пекари, значит, сервисные супервайзеры И тому подобное То есть профессии, связанные с оказанием услуг сервиса То есть мясник это тоже сервис Таких людей, значит, в Канаду уехало 2180 человек Также в Канаду уехало очень много супервайзеров По розничным продажам и специализированных профессиональных продажах То есть это люди, которые задействованы в продажах Таких людей сколько? Их в 2019 году поступило 2115 человек Только через экспресс-энтри Кто это такие? Это люди, которые связаны с розничными продажами Специалисты, связанные в сфере технических продаж То есть это каким-то там оптоволокном продают еще что-то Вот это все А также страхований Те, кто связаны в страховании Те, кто связаны в продаже, аренде недвижимости И финансовые консультанты Вот Дальше Также идут профессии среднего звена в сфере розничной и оптовой торговли Их в Канаду приехало в 2019 году 1821 человек Так, кто эти люди? Это менеджеры по корпоративным продажам Менеджеры в розничной и оптовой торговле Менеджеры в сфере общественного питания Менеджеры по работе с клиентами и персоналом Так, и последний, кто закрывает, так сказать, наш топ Это профессии, занятые в области здравоохранения Кроме ухода за больными То есть уход за больными – это отдельная категория Так вот, таких людей в Канаду уехало в 2019 году 1775 человек Кто же эти такие профессии? Эти профессии – врачи, стоматологи, ветеринары Те, кто мануальные терапевты Значит, фармацевты, диетологи Специалисты по терапии и оценке здоровья человека Вот вам небольшой перечень профессий И вам небольшая информация для того, чтобы вы понимали Востребована ли ваша профессия, не востребована ли ваша профессия От себя хочу заметить, что перечень большой, интересный И я жду ваших комментариев На сегодня все, до скорых встреч, пока Субтитры создавал DimaTorzok